всем огромный привет меня зовут дина я любитель цвета бот канал называется минутка вдохновения хочу сегодня сделать обзорчик вот этого маленького стеллажика себя на лоджии ну и заодно покажу вот окошечки давайте приступим здесь у меня стоят в основном бегонии и не со всеми у меня получается договориться вот эту вот ворочную горничковую бегонию я хотела вообще выбросить смотрите какие на мне листья стала выдавать ну что это такое вот эти вот какие-то рваные но это может быть кошка порвала ладно но вот это то не кошка но но у меня ведь тем дала детку здесь вот это тоже листочек вот тут тут у меня какой-то на 1 такой растет и вроде как бы это вот старая до убрать и вот тут вот вроде смотрите что-то проклевывается в общем дала ей шанс есть у нее молодые листочки видите разворачиваются убрала ее с подоконника сюда на стеллаж думаю может быть здесь ей будет получше так я буду сейчас убирать чтобы мне было побольше место извиняюсь вам показать стоит здесь у меня клен обычный в этом году выкопала в огороде не в огороде рядышком у нас под забором в общем хочу сделать бонсай я ему отрезала макушечку но не уверена что у меня что-то выйдет то то что-то мне фокус не фокусирует не живет не дохнет в общем как то так такое растение не живет не дохнет стоит здесь пилеечка я ее называю марсианкой потому что она такая непонятно мы тоже с ней не дружим у нее постоянно так вот заворачиваются листики может быть они так и должны кто-то научился с ней общаться вот постоянно вот так вот уже причем я ей и свет меняла и полив то я ее не доливала то ее переливаю не знаю как мне с ней научиться но я сейчас пошуршу немножечко я с нее вот тут вот у него видите был ну фокусируйся в общем вот здесь вот у меня был срез и видите у нее пошли боковые отростки вот с макушки тоже пошла с этой стороны наверное а вот здесь вот снизу макушку я вот сюда приткнула она тоже развивается нормально ну вот так вот загорачивать листики я не знаю что с ней делать как с ней дружить вот такая вот бегония не знаю вроде как тигровая хочу ее немножечко я ее пересадила недавно хочу немножечко ее размножить в том плане сейчас покажу как я сделала со своей другой бегоний в макушке срезать вот так вот по чик-чик рыть потому что у меня не получается с листочков растить бегонии вот это довольно интересно оказывается у нее сторона обратная такая не то что красная как вот кирпичная такая ну на мой взгляд в общем там вот такая вот с бегониями мне тяжело договариваться тяжело с ними вот такая черная бегония то ли я ее она мне стояла в зале с пепперомиями я сейчас ее сюда принесла под лампу то ли это черный бархат то ли это черный принц то ли черный вельвет я в общем не знаю что это но тоже она у меня израстается сейчас секундочку видите и хочу ее почеренковать вот прям срезать вот может даже на несколько здесь у меня два кустика я именно так поступила вот с этой бегонии она мне была большим кустом но он уже стал просто заваливаться и срезала я череночки вот один срез видите просыпается почечка и пошли вот снизу поросли такая не знаю откуда или с боковушек где-то здесь вот еще был срез ну вот они просыпаются боковые в принципе в принципе нормально в общем можно так сделать единственное что я поставила вот все что срезала поставила укореняет не знаю насколько оно эффективно у меня всего пять бегонии это получается раз два три одну брала 4 и макулата 5 вот такие вот здесь у меня стоит ионию из листа вот этот конкретно ионию можно вырастить из листа вон в если даже заметите отлетел сейчас отлетел от него листочек и он уже вот с корешками лежит вон даже там маленькая деточка прет этот по-моему единственный ионию который растет из листа стоит у меня здесь пилеет умирает я ее если честно выбросила потом чуть ему дай кину в мох вдруг выживет пока живет так забираемся на следующую полку у меня работает фитолампа сейчас я ее выключила включу здесь такой свет стоит у меня здесь тепличка с моими укореняшечками которые эписцы это эписцы которые я покупала здесь у местной женщины видите они у меня даже вам цветок собралась цвести детеныш вот такой уже здоровый надо будет еще главное не знаю даже там корни есть или нет я не проверяла вот такие вот но здесь такая важность я прямо открыла и чувствую здесь парит вот еще будто и стоят у меня здесь я обрезала свою арбузную пепперомин несколько черенков эти которые пустили у меня корни я их уже посадила в стаканчики вот тут если заметите даже уже вот листик прет и что-то мне не нравится вот этот на стеблях белый налет они кстати у меня я сегодня поливала такое залитое надо мне фито вермам или фитоспорином чем-нибудь пролить вот это хорошо что я посмотрела обычно я так сюда заливаю вниз и не то не поливаю каждую отдельно это сильверштайн она у меня в излишках кому интересно здесь же у меня еще вылетел тоже сильверштайн вылетел листик с корнем с корнем надо мне его приткнуть хорошенечко прикопать и прошу прощения за шум посторонний и арбузная абрикосочка такая вот дальше верну все обратно стоит у меня тут помидоры балконное чудо из семян тут же у меня стоит вот в этом горшке я сейчас обогревала из семян земляника в банках из-под сметаны вот еще одна это я из семян то что выращивала выбрала самые крупненькие меня жизнь жизнь не учат я же люблю выращивать семян и излишечка вот такой пепперомия были бутон вот мохнатенькие такие как лапочки тоже моя излишка или дублик это пепперомия гоника они все же укоренены если кому интересно пишите сеянцы хлорофитом оранжевый это были самые дохлые семянцы не жильцы я их просто всунула в горшок даже не рассчитывала что они приживутся они прижились и даже растут активненько здесь же у меня еще сейчас я секундочку освобожу место стоит типа бонсай который я пытаюсь вырасти из еще один клен я его так вот раскорячила ни живой ни мертвый и вроде и не умирает макушку я срезала это весной я уже сказала да что весной я выкопала не были просто почечкой они раскрыли листики но он у меня вот вот здесь вот корешок если вы заметите вот он корень вылез из дренажного отверстия может быть даже и живое растение дальше у меня здесь стоят укореняются филодендроны или филодендроны вот такой уже пора его пересаживать корней сколько это гетеровидный здесь вот это вот все краснеющий тоже уже корней тут наверное уже пора не буду каждого отдельного показывать вот чеснок стоит дальше здесь у меня умирающая умирающая орхидея видите наращивает корни стоит просто керамзит туда подливаю иногда чуть-чуть водички колеусы стариняшки мои тут уже просто жесть какая-то пора их пересаживать и единственный мой кактус все пойдемте дальше так дальше у меня здесь стоит такая стоечка кофейное дерево стоит прекрасно как мне кажется прекрасно выглядит пускай кидают в меня тапки кто считает что мои растения плохо выглядят потому что находятся такие в кофейное дерево я добавляла удобрения цион как-то был у меня в начале зимы в начале года было видео дерево оно из дерева поэтому у него здесь некоторые листики ну стволы голые поэтому вот этот наверное вот этот вот веточку я тоже отрежу она убивается стоит здесь моя сторожила Налина ей уже лет наверное ну очень много лет семь-восемь точно пошуршу я немножечко я ее привозила малюсеньким череночком это она меня вот так вот вымахала такие длинные у нее волосы как я их называю не знаю прилично длинные а дочка называет ее рапунцель вот такая у меня рапунцель есть дальше здесь стоит против света будет сейчас плохо видно но постараюсь мой лимончик неважно выглядит я его вот увлажняю вот так вот водичку баночку высовываю сюда подсовываю и он у меня жду немножечко чтобы стабильно стало ночью и вынесу их все на улицу погода погода чтобы устаканилось тепличка в тепличке здесь мои дохлые эписцы была у меня распаковка с эписцами я показывала но смотрите не все умирают и выживают в общем то по сути погибла только одна вот этот вот сорт вот и то я ее не убираю вот листик остался думаю может быть еще там от корня что-нибудь пройдет пойдет но он и был такой в самом отвратительном состоянии здесь видите даже вот что-то зелененькое проклевывается вот не знаю видите вы или нет вот у меня здесь ростик пошел а ну тут вроде как бы тоже что-то живое есть вот эти вот укореняются во мху еще и пепперомии из листиков шумерет и вот это все по-моему бразилия бразилии у меня очень много если кому-то интересно пишите вот правда пепперомия прострата из малюсенького малюсенького череночка просто жалко было выкинуть там сантиметра полтора-два было и вот видите растет дальше здесь я пытаюсь вырастить абутилон ни одного семечка нету но я не теряю надежды жду так сейчас я вот вот так я сделаю кстати я ее вот эту тепличку и держу вот так вот полуоткрытый у меня все время здесь щели тут у меня укореняется во мху тоже пепперомия шумерет плохо мне видно абрикоски вот это грейн хунт кажется ну вот они так растут надо повыдергивать то что то что не принялось убирать есть у нее еще вот такая тепличка с пепперомия арбузной и я ее сейчас хочу в ближайшее время пересадить потому что мог пересыхать быстро видите вот здесь вот уже вот этот лист сгнил я загубила здесь деток вот эти вот хочу которые большенькие пересадить и убрать отсюда здесь очень яркий цвет конечно здесь южная сторона надо будет убирать или как-то притенять вот еще у меня здесь пепперомия стоит арбузная такая красула ну я с суккулентами практическими со всеми ну не практически конечно вон они еще стоят на улице но хочу расстаться что-то они мне разонравились еще одно кофейное дерево падает листопад устроила вчера я его полила тоже кстати вот не знаю видно вам или нет блестящие блестящие листики хорошие нормально либо цион либо я все-таки научилась с ними дружить цион также добавляла вот в этот у меня мандаринчик мандаринчик был очень с большой шапкой я его подстригла и он у меня выпустил вот здесь вот цветочек я думаю что если бы я его не обстригла то цветов было бы больше ну уже как есть еще здесь у меня стоит инжир против света плохо видно собирается в ближайшее время пойдет на улицу инжирчик и монстерка манки маск но теперь я уже знаю что она не только манки маск но еще монстера адамса кажется так называлась что манки маски адамс адамс в общем вы поняли что это одно и то же она у меня стоит вообще не здесь это я просто принесла ее чтобы сразу показать это мой дублик вот все на монстерке и закончим всем спасибо всем до новых встреч пока пока